Мы пережили пять массовых вымираний, но переживем лишь и стоя. Многие ученые утверждают, что это маловероятно. Так чему же нам готовиться? Наша Земля очень стара. По оценке самой старой породы, возраст ее составляет около 4,5 миллиардов лет. Ученые со всего мира используют астрономию, геологию, химию, биологию, археологию и другие науки для исследования формирования Земли, а также возникновения и исчезновения жизни на Земле. Около 13 миллиардов 800 миллионов лет назад огромный взрыв, который ученые называют большим взрывом, стимулировал формирование нашей планеты. Взрыв произвел все более плотные, похожие на облака массы водородной пыли. Самые большие превратились в наше Солнце, а меньшие в планеты. Одна из таких планет – наша Земля. Некоторые ученые считают, что примерно 600-700 миллионов лет спустя на Землю обрушились метеоритные потоки, унося с собой большие объемы воды и аминокислот. Началась жизнь в виде одноклеточных бактерий. С тех пор бактерии эволюционировали в более сложные формы. Геологи делят периоды от формирования Земли до настоящего времени на несколько эпох, в зависимости от изменений, произошедших в каждой из них. В настоящее время мы живем в эру Голоцена, которая началась около 11700 лет назад, когда закончился ледниковый период. Однако в последнее время ряд ученых утверждали, что из-за испытаний ядерных бомб в 1950-х годах и демографического взрыва люди вступили в новую эру, называемую антропоценом. Они утверждают, что человеческая деятельность существенно повлияла на природу и исчезновение ряда диких животных. Земли не привыкать к исчезающей форме жизни. С момента появления на Земле первого организма до сегодняшнего дня было много периодов исчезновения. Однако, согласно записям окаменелостей, только за пять эпох резко сократилась популяция живых существ на Земле, чтобы заслужить ярлык массового вымирания. Первый период вымирания Вступая в ранний и средний период Ордовикской эры, Земля все еще была теплой с идеальным уровнем влажности для жизни. Однако к концу периода, около 443 миллионов лет назад, все внезапно изменилось, когда старый континент Гондвана достиг Южного полюса. Температура резко упала, повсюду образовался лед, понизив уровень воды. Впоследствии уровень углекислого газа в атмосфере и в море упал, в результате чего количество растений резко сократилось. И последовал экосистемный хаос, поскольку некоторые растения, используемые в качестве источников пищи, стали редкостью. Около 96% населения живых существ исчезло в течение трех миллионов лет. Некоторыми из организмов, пострадавших от первого вымирания, были брахиоподы, канадонты, акритархи, бриозоны, а также трилобиты, обитавшие в океане. Второй период вымирания. Второй период вымирания во время Дивонского века произошел около 359 миллионов лет назад. Неустанный метеоритный дождь считается одной из причин массового вымирания. Другие причины включают резкое снижение уровня кислорода во всем мире, повышенную активность тектонических плит и изменение климата. Эти изменения привели к смерти около 75% живых существ. Вымирание в этот период повлияло на жизнь в море, в котором в то время преобладали кораллы и строматопороиды. Третий период вымирания. Третий период вымирания примерно 251 миллион лет назад. Пермский период был самым большим и худшим из всех, что когда-либо происходили на Земле. Образование гигантского континента Пангея вызвало огромные изменения в геологии, климате и окружающей среде. Вулканические извержения, продолжавшиеся один миллион лет, высвободили около 300 миллионов квадратных километров лавы, а в сибирских ловушках образовалось более 1750 метров наносов. В результате извержений были произведены большие объемы углекислого газа, который вызвал глобальное потепление. В результате замерзший метан под водой растаял, создав эффект глобального потепления, в 20 раз более мощный, чем углекислый газ. Глобальное потепление длилось около 10 миллионов лет. Страшное массовое вымирание было неизбежно. Только 5% всего живого на Земле выжило, а 95% погибли от сильной засухи, недостатка кислорода и кислотных дождей, из-за которых растения не смогли выжить. Четвертый период вымирания. Четвертый период вымирания произошел около 210 миллионов лет назад, в конце Триасового периода. Медленное расщепление Пангеи привело к образованию вулканов в магматической провинции Центральной Атлантики. После резкого скачка содержания углекислого газа в атмосфере снова началось глобальное потепление, которое, по предположениям ученых, длилось 8 миллионов лет. Это заставило кораллы и иконодонты, древнее морское существо, похожее на угря, столкнуться с серьезным кризисом. Существа, основанные на кораллах, не выжили. Метеоритный дождь также не ускорил разрушение в этот период. Около 80% живых существ, включая рептилий, погибли. Причем около 20% существ стали вымершими морскими формами жизни. Кроме того, ряд существ, которые жили на суше, умерли в этот период. Были псевдозухиями, крокодиломорфами, тераподами и несколькими крупными земноводными. Пятый период вымирания. Пятый период исчезновения произошел около 65 миллионов лет назад и более известен как мелово-третичное вымирание. Это был самый быстрый период массового вымирания, продолжающийся от 1 до 2,5 миллионов лет. Возможно, это самый известный период массового вымирания, потому что это было время, когда динозавры были стерты с лица Земли. Ученые полагают, что в результате падения метеора в Мексиканском заливе в сочетании с высокой вулканической активностью, которая произвела значительное количество углекислого газа, погибла половина живого на Земле. Шестой период. Некоторые ученые считают, что мы вступили в шестой период вымирания с 2010 года. Массовые выбросы углекислого газа из ископаемого топлива повлияли на жизнь многих растений и животных. Ученые предсказывают, что это затронет многие формы жизни на Земле в ближайшие 3-4 десятилетия. И это похоже на правду. Прошлые годы были отмечены рекордными ураганами, наводнениями и волнами тепла. Поскольку эта экспериментальная погода становится новой нормой, академические авторы The Conversation проанализировали эти события и проанализировали, как они или нет связаны с изменением климата. В период с 1900 по 2015 год почти половина из 177 обследованных видов млекопитающих потеряли более 80% своего распространения. Миллиарды популяций млекопитающих птиц, рептилий и амфибий были потеряны по всей планете, что побудило ученых предположить, что мы вступили в шестое массовое вымирание, подобное биологическому уничтожению. Профессор Херар де Сибальос из Национального автономного университета Мексики говорит, что теперь исчезновение популяции млекопитающих, хотя и меняется от вида к виду, является глобальным явлением. Его работа, опубликованная в журнале Proceedings of the National Academy of Science, отслеживает значительные темпы исчезновения млекопитающих на Земле, описывая это как устрашающее нападение на основы человеческой цивилизации. В истории Земли было пять событий массового вымирания. Последнее во время мелового палеогенового периода положило конец динозаврам. 65 миллионов лет назад сочетание вулканической активности и столкновений с астероидами привело к потере 75% жизни на планете. В 21 веке с антропогенными изменениями климата и ландшафта мира на горизонте шестое вымирание. Земля сейчас переживает период массового глобального исчезновения видов позвоночных животных, говорит Сибальос. Но истинные масштабы этого массового исчезновения недооцениваются. Эта недооценка уровня вымирания позвоночных связана с тем, что в значительной степени упускается из виду область изучения сокращения популяций, а не только исчезновения видов. Сосредоточившись на этой области, Сибальос не ждет, пока вид исчезнет, а отслеживает их текущие изменения в популяции по всему миру. Метод, который определяет общую тенденцию сокращения видов. Исследования Сибальоса показывают, что существа всех форм и размеров, как позвоночные, так и беспозвоночные, находятся в состоянии упадка. В Великобритании долгосрочный мониторинг популяции насекомых показывает, что от 30 до 60% видов имеют сокращающиеся ареалы. Значение исчезновения этого вида трудно переоценить. Том Оливер, эколог из Университета Рейдинга, сказал Гардиан, что последствия потери дикой природы будут иметь серьезные последствия для производства продуктов питания и нашей национальной экосистемы. Нам нужны насекомые для опыления наших посевов. Мы не можем сделать это вручную. И если мы потеряем естественные меры борьбы с вредителями, будет доступно меньше еды. Если мы потеряем эти функции, то урожай, который мы едим, не сможет опыляться. Поэтому цены на продукты питания сильно вырастут, а некоторые продукты, например, фрукты, включая клубнику, малину и яблоки, мы не сможем есть. Кроме того, небольшие изменения в экосистеме могут резко повлиять на нашу способность поддерживать пахотные земли. Не только исследования Сибальеса указывают на угрозу уровня исчезновения для биоразнообразия. 60% видов приматов, таких как наших ближайших биологических родственников, сейчас находятся под угрозой исчезновения. Приматы дают критическое представление об эволюции, биологии и поведении человека. Но их выживанию угрожает именно антропогенная деятельность. Утрата лесов в результате регионального и глобального экономического давления. Воздействие охоты, незаконной торговли и других антропогенных угроз для глобальных популяций животных привела к устойчивой утрате среды обитания и изменениям во многих экосистемах – от коралловых рифов Австралии до тропических лесов Амазонки. По словам Сибалья, вероятность исчезновения Земли кроется в причинах вымирания животных. Быстрая гибель животных по всему миру и сопоставимые потери разнообразия растений указывают на совместное исчезновение растений. Растения – жизненно важные источники пищи, лекарств и центральные поглотители атмосферного СО2 являются ключом к жизни человека. Без них вероятность вымирания людей возрастает. Шестое массовое вымирание уже наступило, и окно для эффективных действий очень короткое, говорит Сибалья. Возможно, самое большее – два или три десятилетия. Все признаки указывают на еще более мощные атаки на биоразнообразие в следующие два десятилетия, изображающие мрачную картину будущего жизни, в том числе жизни человека. По данным WWF, за последние 40 лет Земля потеряла половину своей дикой природы. А как вы считаете, чем грозит нам шестая фаза вымирания?